Всем привет дорогие друзья, с вами Эд и вы смотрите очередной обзор модов для GTA Sunrace. Итак, очередной глобальный мод перед нами, мы начинаем, поехали, let's go! Всем привет дорогие друзья, с вами Эдди и вы смотрите очередной обзор модов для GTA Sunrace. И сегодня в нашей студии будет глобальный мод, который связан с тематикой сталкера и данная глобальная модификация переносит локацию покинутой деревни из GTA Stalker Тень Чернобыля. И давайте мы уже рассмотрим, что это за локация, начинаем новую игру, погнали, let's go, let's do it и так далее. Итак, новые экраны загрузки, GTA Stalker Project, Build. И вот мы возродились, сразу же пишется то, что уважение повышено, но мы не обращаем на это внимания. Сразу же в глаза бросается новый интерфейс, новая карта, новые дома и вовремя новая локация. Но давайте все по порядку. Лично я в Stalker не играл ни разу, поэтому я не знаю, что это за герой, есть ли он в Stalker, в игре. Но мы просто побегаем, посмотрим. В принципе, одной из главных таких особенностей данной модификации, автор все время говорил о геометрии карты. То есть, сохранены оригинальные параметры, то есть, это перепады высот, всякие склоны, спуски, подъемы и так далее. Но, конечно, у карты есть свои баги, допустим, всякие там невидимые стены и так далее. То есть, можно тупо застрять в текстурках, но в целом карта нарисована и сконвертирована очень красиво, качественно, конечно же. То есть, дома и также немаловажный аспект, что по карте ходят люди, это бандиты, наверное, какие-то. Но, в принципе, у них есть оружие, они могут на нас сагриться. У нас тоже есть ножик, автомат, ну или пистолет-пулемет какой-то. И вот калашников. И давайте мы можем попробовать с ними вступить в какой-то конфликт, но здесь их много, давайте вот этих загасим. Привет, чувак, ты сагришься? Нет, они убегают. Ну, ладно, в принципе, у них спадают деньги, которые нам вообще абсолютно тут не нужны. А нет, смотрите, палят уже. Вау, вау, все, начинается махач, перестрелка. То есть, карта, она не пустынна, тут порой ходят люди и не может не радовать. Также есть бита, давайте возьмем. Ну, бита, по-моему, оригинальная. Итак, давайте побегаем еще. И также особенностью мода является то, что на заднем фоне играет, довольно-таки, такая, знаете, музыка, которая играет, наверное, в большинстве хоррор-играх, что ли. Но сами послушайте, если, конечно, она не с авторскими правами, если можно будет ее вставлять. Так вот, тут всякие дома, друзья, много мест, где можно полазить. Ну, и вот о чем говорил автор, это оригинальная геометрия, то есть, вот эти перепады высот. И почему-то вот в этом месте падает фпс до 30-25, это очень странно, не знаю, с чем это связано, хотя в других местах фпс в районе 60 постоянно. Такие развалины, довольно-таки интересные. Так, что у нас еще? А, да, вот еще пистолет мы подобрали. Такие дела, дорогие друзья. У себя также тут есть еще люди, давайте попробуем с ними вступить в конфликт. Нет, фпс падает почему-то вот в этом месте, не понимаю, почему. Ну, ладно, наверное, тоже какой-то баг мода и не очень хорошая оптимизация, но в целом работает отлично, без вылетов. Установка мода очень легкая, то есть, перекинуть всего лишь, там, то ли автоустановка, то ли ручная, я уже не помню. Но нужно перекинуть все в папку, в программ файл, и все, даже оригинальная GTA не нужна, и все будет работать отлично у вас. Так, небольшой подъемчик какой-то. Мод весит, по-моему, где-то 600 мегапайтов, это довольно-таки немного, но локация небольшая. И давайте покажу еще, что есть там. Нажимаем на клавишу M, и перед нами появляется карта. В принципе, кажется большой, да, но это заблуждение. Нажимаем backspace, чтобы взять курсор, и можно телепортироваться. Нажимаем тут on. Но нельзя тпшиться вот сюда, так как там мы тупо упадем под землю. Допустим, вот здесь рядышком можно, вот, видите, вот видите, падаем уже. Ну, карта, она, не знаю, там, может километр на километр площадью. Также можно настроить прозрачность. Вот, видите, в принципе, этот... Ой, опять я нажал случайно. Сейчас. В принципе, этот мод похож на мод map in game. Наверное, оттуда все и сделано, только поменяли текстуру. Ну, окей, давайте мы это закроем, клавиши M, и мы... Или как его закрыть-то? M. Все, отлично. И мы оказались вообще за пределами карты. Хотя нет, можно перелезть обратно. Вау, какая тень здоровая, а. Блин, зря мы сюда попали все-таки. Отсюда сейчас, наверное, будет тяжело выбраться. Ну, ладно. Есть выход. Мы сделаем вот так. Все. Отлично. Ну, что могу сказать, локация, в принципе, интересно. Можно скачать, изучить, посмотреть. Но больше тут делать толком и нечего. То есть, вы скачаете, побегаете. Что вы с этого получите? Ну, не знаю. Были бы какие-то миссии, было бы интереснее. Было бы больше педов, там, всякие... Больше оружия, еще чего-нибудь. Было бы тоже интереснее. А так, просто локация. Ну, и на этом спасибо. Локация сделана красиво. Всем, наверное, большое спасибо за просмотр. С вами был Эдди и глобальный мод GTA Stalker Project. Вот так же педы, вот мозг какой-то интересный. Ну, ладно, все. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.